Еще один человек очень был заинтересован в том, чтобы в Одессе стоял его человек, и он его поставил, это господин Коломойский, и губернатором был Палец, да? Вот он явно не обрадовался, вероятно, такому назначению. Вы знаете, при всей одиозности фигуры господина Коломойского, я могу сказать, я попытаюсь как аналитик рассуждать в данном случае, я думаю, что вы абсолютно правы. И какая-то ответная реакция, безусловно, с его стороны тоже будет. Потому что мы 20 лет наблюдали принцип действия и становления тех или иных олигархических групп, то сегодня, грубо говоря, самого крупного рейдера в Украине пытаются отрейдерить. И я думаю, что он не будет тоже сидеть сложа руки. Что касается Коломойского, Игорь Коломойский Исаакашвили назвал временной фигурой. И сам он должность губернатора потерял, и теперь как бы вне большой политики. Хотя, конечно, только как бы. Частные армии Коломойского существуют, бизнес действует, но сам олигарх предпочитает руководить своей вотчиной на расстоянии. Одна из наших зрительниц прислала нам фотографии, которые она сделала в шикарном отеле швейцарского Цюриха. Коломойский сидит за столом в лобби в компании нескольких мужчин и обсуждает Украину, Порошенко и Одессу. Наша зрительница сидела за соседним столом и хорошо слышала разговор. Не потому, что подслушивала, а потому, что говорили мужчины очень громко и эмоционально. Светлана, которая прислала нам эти фотографии, сейчас у нас на прямой связи. Здравствуйте, Светлана, слышите ли вы нас? Добрый вечер, Евгений, я вас прекрасно слышу. Расскажите нам, пожалуйста, об этом совете в швейцарских филях. Единственное, я вас поправлю. Дело в том, что все происходило не в Цюрихе, а в Женеве. Господин Коломойский сейчас находится во французской части Швейцарии. И я в этот вечер совершенно случайно оказалась в этом отеле и даже в этом месте. Потому что меня пригласили на мероприятие, оно проходило на втором этаже. Но там было очень шумно. Мы с приятельницей спустились в лобби. Ну, как бы заказали по шампанскому и как бы сидели. Вдруг я просто оторопела, потому что в лобби зашел всем известный господин Коломойский. И как бы направился очень как бы так вот решительно к столику, который стоял рядом с нами. И я посмотрела по сторонам. Я сначала опешила, я думала, он к нам направляется. Но его ждали двое мужчин, которые вот поздоровались и дальше они вели беседу. Мне удивительно на самом деле было видеть господина Коломойского в Женеве. Я в принципе знаю, что он сейчас у нас здесь в Швейцарии. И я знаю об его отставке. Удивительно, я вам объясню почему. Даже в местных газетах, чаще всего в европейских, господина Коломойского просто в открытую называют спонсором войны и военных событий, которые сейчас происходят в Украине. Светлана, вы слышали разговор, насколько мы знаем. О чем говорили? Вот как бы меня удивило на самом деле то, что господин Коломойский, при всем том, что у него так много денег, он не владеет никаким иностранным языком. Потому что он был с переводчиком, и переводчик переводил его достаточно такие... Речь была такая с восклицательными знаками многими. Говорили о разном, говорили о том, что как бы собеседник, я не знаю, предложительно британец, потому что как бы говорили на английском языке, как бы заметил, что вот как он будет дальше поступать со своей собственностью в Крыму, что как бы бизнес Порошенко не тронули, а в Крыму у господина Коломойского забрали очень много собственности. Вот. Он прошелся достаточно так зло, пошутил насчет Порошенко. Ну и как бы я слышала кусок, касающийся Одессы. Так как я сама одесситка, меня это очень касается, понимаете? В этот день в Цурихе как раз проходил митинг антивоенный. И в том числе был стенд с фотографиями вот этих вот убитых и замученных людей. И видеть в Женеве человека, который имел непосредственное участие ко всем этим событиям, и главное знать, что украинские власти не собираются вообще расследовать это дело, конечно, мне было очень неприятно. Да, спасибо. Спасибо вам, Светлана, огромное за фотографии.